Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Вопрос такой, вы говорили, что влиянию джинов подвержены только слабые люди. Но ведь и пророк Мухаммад, саллиллаху алинахиу асалям, от них пострадал. Он же не был слабым. Вы правы, было такое. Но на него навели очень-очень-очень сильную порчу. Очень-очень-очень сильная черная магия. Любого другого это просто убило бы. А пророк, саллиллаху алинахиу асалям, из-за того, что он был настолько чист и настолько силен, это лишь оказало некоторое влияние на него, на его память. Когда он тахарат брал, он мог сказать, о, Айша, я помыл такую-то часть тела. Это все из-за той порчи. И однажды, когда он лежал, к нему пришли два ангела, Джибриль и Микаиль, и прочитали суры Аль-Фаляк и Аннас. То есть это был не просто джинн, это была очень сильная порча, которую навели на посланника Аллаха. И я не говорил, что только слабых это может коснуться. Не поймите неправильно. Это может коснуться как сильных людей, так и слабых. Просто более слабые люди сильнее этому подвержены, чем сильные. Вот что я хотел сказать. Могут ли джинны вселяться в недоразвитых детей, в коллег? Я работаю с детьми с психофизическими нарушениями. У некоторых есть похожие признаки. Рычание. Когда женщина семерых поднимает и так далее. Смотрите, я не знаю. Единственный способ это выяснить, это отвести человека к специалисту с особыми знаниями, который работает с такими случаями. Есть ряд проверок, как определить в человеке джинн или нет. Первый способ – почитать Коран. Второй способ – это истихару почитать. Некоторые шейхи так делают. Какие еще проверки есть? Некоторые шейхи дуют на воду, дают человеку выпить и смотрят, как это подействовало. Каким еще образом они могут проверить? Могут попросить человека почитать Коран. Был у меня случай на севере Лондона, когда я был в доме одной женщины. Странные симптомы у нее были, а врачи ничего не выявили. Только когда я попросил прочитать Коран, стало понятно, что в нее определенно вселился джинн. Она начала читать Коран и не смогла продолжить. Остановилась. Начала дрожать. Тело начало трястись. Я сказал ей снова читать. Она начала читать, на нее напала сонливость, и она дрожала. Когда вот такие признаки есть, то это верный признак того, что человек, скорее всего, одержим. Хочу спросить о том мальчике, о котором вы рассказывали, в которого вселился джинн, обладающий большими знаниями, в медресе. Мне кажется, он ничего не знал о джинах. Как в него вселился джинн? Аллах говорит в суре Нахаль. Когда ты читаешь Коран, то ищи у Аллаха защиты от дьявола, изгнанного, побиваемого. Воистину, он не властен над теми, которые уверовали и уповают только на своего Господа. Да, Аллах учит в Коране тому, что перед тем, как читать Коран, мы говорили, «Аулу билляхи мина шейтан рожим». Но это другое. Это для чтения Корана. Здесь нет прямой зависимости. Так-то да, надо это говорить. Если хотите быть защищены от шайтана, от джинов, можно повторять, «Аулу билляхи мина шейтан рожим». И это будет частичной защитой от шайтана. А в том конкретном случае, мальчик тот, в которого джинн вселился, именно в тот момент, когда вселился джинн, он не читал Коран. Почему джинн в него вселился? Он просто гулял в том месте, где большой риск, что джинн вселится. Он просто хотел походить там, поиграть и подверг себя воздействию джинов. Бывает. Если слабый человек приходит в такое место без защиты, Бог знает, в каком состоянии он пришел туда, в итоге подвергся джиннам. Нельзя тут точно сказать, по какой причине так произошло. Пожалуйста, расскажите об опасности Хэллоуина. Об этой ночи. Хэллоуин не опасен. Вообще, я говорю вам, сколько Хэллоуинов было в вашей жизни? Ничего опасного в нем нет. Просто миф. Это языческий ритуал. В этой стране было много ведьм. Колдовства и так далее. И было время в году, когда собирался целый фестиваль, чтобы сжигать и убивать ведьм. Вот что это было. Просто время года, в который устраивали много фестивалей. В маленькой Англии. Убивали ведьм. Не знаю, были ли это настоящие ведьмы, занимались ли они колдовством. Этого я не знаю. В 14-15 веках это было. В 16-м, может, еще. Убивали ведьм. Ничего нет мистического в Хэллоуине, но участвовать не надо. И на следующий день, 31 октября, тоже обычный день и обычная ночь. Конечно, если вы не пойдете на кладбище, а еще и в одиночку, если так, то уж не знай, как пойдет. Вот некоторые люди меня спрашивают, «Шейх, расскажите историю о джинах». Я говорю, «Ну давайте уж не в светлое время суток, ладно?» «Ни я не буду в восторге, ни вы». Другое дело, если ночью, ночью-то оно по-другому. Вот сейчас, например, видите людей вокруг себя, свет горит. А если в темноте, при тусклом свете свечи, вот тогда почувствуете разницу. Вот однажды как было? Была группа людей из мечети с белым минаретом. Говорят, «Мы как-то собирались в доме несколько лет назад, говорили о джинах». Я говорю, «А если не днем, а ночью?» Ночью пришли в дом, сели там, а там взрослые люди, когда закончили травить байки о джинах, там женщина дрожа укрывалась за мужчиной. И даже мужчины нервно бегали глазками. Страхово как-то. Хоть правда, хоть неправда, все равно уже страшно им. Информацию надо фильтровать. Бывают выдуманные истории. Я вам рассказываю фактические случаи. Но иногда, когда вы что-то слышите, это не факт. Просто люди распространяют слухи. В чем разница между джинами и шайтанами? И те, и другие одного происхождения? Я на самом деле это объяснял в лекции. Но давайте еще напомню. Джины – это все они. Существа, которых Аллах создал, невидимыми для нас. Они перемещаются вокруг нас и вообще по миру. Они нас видят, мы их нет. Так вот, а шайтаны – это те джинны, которые в итоге восстали и начали ослушаться Аллаха, совершать зло. Слово «шайтан» не обязательно используется только для джинов. Это распространенная ошибка. Бывают мужчины и женщины – шайтаны, а бывают джины – шайтаны. И доказательство на это в Коране в суре «Аннас» – из джинов и людей. Аллах сказал, «Есть шайтаны из числа джинов, есть шайтаны из числа людей». Значит, злые люди. Они злые, делают зло, совершают дьявольские поступки. Все, что в это понятие входит – ужасные, жестокие поступки. Это шайтаны. То есть, все джинны, которые жестоки, которые неправедные, притеснители, мятежники, которые ослушаются Аллаха. Это шайтаны. Вот в этом разница. То, что я боюсь, когда один в темноте. Это нормально? Читаю пять намазов в день, в основном в мечети. Читаю Коран по пять страниц в день. Тебе не надо бояться. Может, ты просто что-то себе нафантазировал. Если ты после каждого обязательного намаза читаешь аят Аль-Курси, вот красивый хадис из Бухари, когда сподвижник пророка, салаллаху алейхи васалям, Абу Хурейра, старожил ежегодные налоговые сборы и пришел вор, чтобы это украсть. Он поймал его и говорит, «Я тебя отведу к пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи васалям». А тот взмолился, «Дескать, я голодный, мне семью кормить надо, меня нужда заставила, пожалуйста, отпусти меня, отпусти меня». Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, отпустил его. Приходит к пророку, салаллаху алейхи васалям, рассказал, «Я, говорит, вора поймал». Посланник Аллах улыбнулся и сказал ему, говорит, «Он соврал тебе». «Он соврал». «Он вернется еще». Абу Хурейра пошел дальше сторожить, и тот снова вернулся, на следующую ночь. Опять ворует. Он схватил его, говорит, «Я тебя к пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи васалям, отведу». Он взмолился снова, начал его упрашивать, мол, «Отпусти, отпусти Абу Хурейра», и отпустил. Опять рассказал пророку, он ему говорит, «Он говорит, соврал, вернется еще». И так было раза три или четыре. И в последний раз как было? Этот человек, которого он поймал, говорит, «Пожалуйста, отпусти, я научу тебе кое-чему. Я тебе кое-чему научу, если и в этот раз отпустишь». «Чему?» Говорит, «Если хочешь защититься от шайтанов, джинов, перед сном читай аят Аль-Курси». Абу Хурейра отпустил его и пошел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям. У посланника Аллаха, так-то было ночью. Пророк говорит, «Он сказал тебе правду в этот раз, хоть он и лжец». Говорит, «О Абу Хурейра, это был никто иной, как шайтан. Это шайтана ты ловил все эти ночи. Шайтан сказал тебе все это». Так что, если боишься, то одна из защит это аят Аль-Курси. Нужно верить в этот аят и читать его. И это послужит защитой для тебя. И еще пророк говорил, что если читаешь аят Аль-Курси после обязательного намаза, это в сборнике Насаи. Такого человека ничто не отделяет от того, чтобы попасть в рай, кроме смерти. То есть, когда смерть придет, ты сразу в рай. Если читаешь аят Аль-Курси после каждого обязательного намаза, это очень хорошая защита. Много пророк говорил об этом аяте. Так что, когда остаешься один, не бойся, пока не будет на то прямых объективных причин. Может ли Рукья быть потенциально опасной для жизни, если подозрение на черную магию? Смотрите, если человек, читающий Рукья, знает, что делает, он должен знать, до какого предела можно дойти, как врач. Врач не будет вам колоть любые препараты, зная, что передозировка тебе навредит. То же самое. Если человек очень-очень слаб, то человеку, кто читает Руки, надо знать, когда остановиться и до какого предела можно дойти. Что делать, чтобы защититься ото всех этих шайтанов, злых джинов? Чтобы защититься, нужно снова и снова читать аят Аль-Курси. И также поминание Аллаха является очень-очень эффективным. Кроме этого, надо произносить азан, призыв на намаз, в спальне или еще где находитесь, громко, в сторону Кабы. Это тоже одна из форм защиты. Читать азан у себя дома. Особенно читать Суру Аль-Бакара. В хадисе Атирмиве передается, что это еще одна форма защиты. Если не можете, то хотя бы включите запись и пускай играет дома. Тоже эффективно. Чтобы эта запись играла продолжительное время дома. Это эффективно. И еще вот что. Есть книга Мандзиль. Книга называется Мандзиль. Там только аяты Корана. Определенные аяты, которые, по мнению ученых, считаются эффективным. Те, кто так делал, говорят, что хороший эффект дает. Если читать после Фаджа и после Магриба, там только аяты Корана. Дуть себя на руки и протирать тело. Это очень эффективно для поддержания себя в состоянии защиты от воздействия джинов, а также против порчи. Книгу Мандзиль можно купить в исламском книжном магазине. Очень маленькая. 30-40 страниц. И если систематически ее читать, это хороший способ. Если вы чувствуете, что все равно остаются симптомы влияния шайтанов, тогда лучшее, что только можно сделать, побольше читать Коран на арабском. Причем читать надо вслух. Это действует более эффективно против джинов, чем чтение Корана про себя. И зикр делайте. Поминайте Аллаха. Хорошо будет произносить такой зикр. Хасбун Аллаху «Ва ни'мал вакиль». То есть вы полагаетесь на Аллаха. Говорите «Достаточно нам Аллаха». «Ва ни'мал вакиль». И как прекрасен он как покровитель. Повторяйте это снова и снова. Продолжительное время. Читайте для защиты какие-нибудь дуа, которые читал пророк Мухаммад салаллаху алейхиусалям. Или из Корана. Например, сура 23, аяты 97-98. «Скажи, Господи, я прибегаю к Тебе от наваждения дьяволов, к Твоей защите. Я прибегаю к Тебе, Господи, дабы они не приближались ко мне». Читайте эти аяты снова и снова. Чтобы Аллах вас защитил. Человек спрашивает, если я все это читаю, но все равно ощущаю воздействие шайтанов. Значит, слабость в тебе. Либо Аллаху поклоняешься недолжным образом. Бывает, что человек много читает, много делает, при этом грешит. Если грешите, то это снижает эффект всего того, что вы читаете. Полностью или частично. Или, может быть, грязным ходишь. Нужно после туалета подмываться. На самом деле, это очень-очень важный момент. Чтобы одежда была чистая, постель была чистая, ваш дом, тем более, от мочи, кала и тому подобного. Не читается намаз, если на одежде находится нечистот больше допустимого количества. В идеале, читать намаз надо полностью чистым. Очищайте себя и дом от этого и увидите, что усилится эффект от того, что вы читаете. При этом надо поклоняться, сделать добро, причем длительное время, а не то, что вы только начали и сразу ждете хороших результатов. Нужно держаться в этом продолжительное время. Тогда результаты будут хорошими. Бывает, пристает какая-нибудь нечисть. Что делать? Самое главное здесь это, чтобы вы поклонялись, совершали праведные поступки. Если у самих не получается справиться, позовите шейха. Есть некоторые люди, которые больше остальных преуспели в этой сфере. Если один не поможет, идите к другому, пускай попробует он справиться с вашей проблемой. Из дозволения Аллаха рано или поздно найдете. Может ли человек управлять джином? Человек может оказывать влияние, влиять на джина. Хотя обычно как происходит? В Коране Аллах говорит, мужи из числа людей искали покровительство мужей из числа джинов. Так бывает в большинстве случаев. Люди начинают у джинов искать защиты. Об этом говорится в суре джинны. И там уже начинается, как я говорил, поклонение шайтанам, подпадение под влияние шайтанов. И потом люди, в свою очередь, используют их в своих целях. Может ли человек воздействовать на джина? Да. Он может войти в контакт с джином. Иногда джин может подружиться с тобой. Иногда может получиться и такое. Это редкость, но это возможно, что они сами захотят подружиться с тобой, дать о себе знать. И если однажды услышите в пустой комнате «Ассаляму алейкуму рахматуллахи барракату», не убегайте. Просто скажите «Алейкум ассаляму рахматуллахи барракату», где там твоя рука? Если кишка не тонка. У меня было так. Уже годы прошли с тех пор. В большом шатре это произошло. Я там что-то искал в темноте. Там больше никого не было, и я это услышал. У меня сердце замерло на несколько секунд. Молодой я тогда был и поспешил уйти из шатра. А когда вернулся, просто подумал. Я свой шанс упустил и вернулся. Но мне уже никто не отвечал. Говорил в углу «Салям, салям», никто не ответил. И мой шейх подтвердил, что это джин, который пытался выйти на связь со мной. Так что вот таким способом можно с ним подружиться. Однако, в большинстве случаев такого не будет. Скорее всего, они так не пойдут на контакт. А иногда вот дома у вас были случаи, ребенок был. Я это знаю, мне конкретно это говорили, что он видел джина. Дома его видел. Иногда они показаться могут. Если они захотят кому-то показаться, могут показаться. Может так быть, что прямо здесь джин может показаться одному человеку, остальные его не увидят. Вот так. Подействует на разум и только один увидит. Такое может случиться. Но вопрос был, может ли человек влиять на джинов. Есть способы. Но Аллах запретил это. Не дозволил, чтобы человек ловил джина и заставлял его что-то делать, принуждая его к чему-то. Однажды пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва салям, поймал джина в мечети и привязал его к столбу. Но все-таки он, саллиллаху алейхи ва салям, отпустил его и сказал, если бы не дуа, которую сделал пророк Сулейман, мир ему, он бы дождался, пока не пришли сподвижники и не увидели, как выглядит джин. Ведь Сулейман попросил Аллаха, Господи, прости меня и дай мне такую власть, которая не будет полагаться никому после меня. И Аллах дал ему власть над джинами. И пророк Мухаммад, помня это, отпустил. И сказал, дескать, мой брат, пророк Сулейман, мир ему, сделал дуа Аллаху. Но, смотрите, это не означает, что абсолютно ни у кого не получится каким-то образом поймать джинна. Посланник Аллаха, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва салям, по какой-то причине поймал джинна. Да, было такое. Но это не значит, что мы так должны делать. Искать джинов, ловить их. Это довольно опасное занятие. Опасно это делать. Способы есть. Я не буду вдаваться в подробности. Поймать шайтана, это, знаете как, как будто свободного человека рабом сделать. Вот представляете, кто-то пришел и захотел продать тебя в рабство. Продать тебя как раба или самому использовать как раба. Как сильно ты будешь сопротивляться. Представляете, как может повести себя джинн, если вы пытаетесь его поймать и поработить, использовать его как раба. Он взбунтуется, и порой это заканчивается очень плачевно, если пытаются их контролировать. Джинны могут даже убить тебя. Были случаи, когда они людей убивали, когда те пытались их к чему-то принудить. Но есть определенные люди, которые могут вступать в контакт с джиннами и использовать их для изгнания джинов. Есть шейхи, которые это делают. И опять же, если вы в это не верите, вам надо провести какое-то время с такими шейхами, посмотреть, как они это делают. Я встречал такого в Тринидаде, на острове в Карибском море. Знаете, это звучит странно, но пока вы не увидитесь с этими шейхами, иной раз они могут даже принуждать джина заточить его в бутылку или что-то типа того. Если бы вы были там и видели за стеклом или внутри бутылки, существо со странной внешностью. И опять же, пожалуйста, не хотите верить, не верьте. Единственный способ поверить в такие вещи, это проводить время с такими вот шейхами, когда не просто рассказы об этом слушаешь, а процесс видишь. Это иное. Можно читать руки на немусульман. Смотрите, у немусульман свои руки. В Библии частично есть истина, мы не отрицаем. И священники или какие-то еще религиозные лидеры изгоняют бесов, например, читая свои книги. В этих книгах есть истина, остались неискаженные слова в писаниях, слова Аллаха. И это действует, поэтому они пользуются своими книгами. Но это не означает, что их религии правильные. Может ли мусульманин читать руки на немусульман? Не знаю, не сталкивался. Я слышал, что шейхи делали руки и изгоняли джинны из кого-то. Некоторые джинны затаили зло на этого шейха после этого и мстили, вселяясь в членов его семьи. Это правда? Смотрите, вот здесь важная вещь, ее надо знать. Если кто-то начинает изгонять, ему нужно знать, что последствия его действий могут коснуться его родных. И поэтому любой шейх, который занимается экзорцизмом, должен регулярно читать защиту, на членов своей семьи и читать защиту на дом, чтобы защитить детей, чтобы защитить жену и членов семьи от нападок джинов. Такое бывает, иногда бывает. Джинны мстят и нападают. Эти шейхи должны знать, что читать, для того, чтобы защитить себя самих и свою семью. святой дух это тоже джинн? Нет. Толкователи Корана обозначение дух святой относят к ангелу Джибрилю. Инопланетяне существуют? Нормально, да, у нас вопросы-ответы проходят. Начали от джиннах, дошли до пришельцев. Я об этом уже говорил. Вот мы с вами не видели пришельцев, не встречали их. Так что пока мы в инопланетян не верим. Но если мы увидим, что пришелец приземлился на нашу планету, скажем «Ассаляму алейкум». Знаете, что означает «Ассаляму алейкум»? И мы им расскажем про Коран, вечную жизнь, к исламу их призовем. Да, у вас делаем, почему нет? А если не поймут языка, объясним жестами. Если они существуют, сыр-бор-то из-за этого весь, существуют ли они или не существуют, нам не нужно беспокоиться из-за чего-то, что может быть существует. Наша религия ничего о них не говорит, о существах с других планет. Мы видим, что Коран обращается только к двум видам существ, к людям и джинам, и больше никому. Если будет так, что однажды мы выясним, что они существуют, вот тогда и будем об этом думать, а не сейчас. Толку гипотетически предполагать, что делать, встретив пришельца. По следующему вопросу, некоторые думают, что их преследует какая-то тень. Опять же, смотрите, надо обращать внимание на симптомы, нужно человека показать, специалисту в этой сфере, пусть посмотрит. Делать вывод самому это неправильно. вот помню одну хорошую вещь сказал нам наш шейх. Мы спрашивали у него, бывает, когда спишь и вдруг чувствуешь, что не можешь шевелиться, не получается, и дышать не можешь. У кого было, поднимите руки. О, человек двадцать здесь. Джин, 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 джин. Шучу, шучу. У меня бывало так, и у других тоже в медресе. Мы пошли к шейху, спросили, говорим, дескать, так и так бывает, шейх, в последний момент, когда чувствуешь, что уже чуть ли не умираешь, когда скажешь слово Аллах или еще что-то, это прекращается. И шейх сказал, смотрите, обычно такое из-за того, что какая-то мокрота или слизь в носоглотке. Когда на спине лежите, она как-то опускается и оказывается между дыхательными путями. И он сказал, чаще всего это бывает, когда вы лежите на спине. На спине. И совет здесь такой. Прочищать нос, горло перед тем, как пойти спать. Если такое будет, то сменить бок. Говорит, в основном так бывает из-за того, что слизь перекрывает дыхательные пути. И после этого я заметил, что это перестало происходить. А люди в разных частях мира говорят, это джинн. Джинн конкретно пришел за тобой. Иногда это может быть не джинн, а иногда может быть и джинн. Выяснить это можно, только найдя хорошего шейха и спросить его об этом. Если в Тахарате надо промывать нос, потому что шайтан находится в носу. Получается только утром надо промывать нос? Или каждый Тахарат? Каждый пожалуйста. Это же сунна пророка саллиллаху алейхи асаллим. Утром надо промыть и это уменьшит влияние шайтана. Но и в течение дня он снова может в носу оказаться. Ему же нравятся нечистые места. Для чего Бог создал джинов? Ответьте для нем мусульманина. Зачем Бог джинов создал? Ну Он создал джинов и людей чтобы мы поклонялись Ему. Аллах говорит я не создавал джинов и людей ни для чего другого кроме как для поклонения мне. И весь смысл в том чтобы поклоняться ему и не ослушаться его. Я слышал хадис что 70 тысяч человек войдут в рай без расчета и одна из причин почему Аллах даст им это. Что они не просили читать им руки. Значит ли это если на человека навели порчу то не надо никому обращаться за руки. Нет 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 Смотрите первое я никогда не слышал этот хадис вы мне этот хадис покажите и я проверю насколько он достоверен а иначе говорить о нем смысла нет Как нужно избавляться от ногтей и волос после того как постриг их ну смотрите по сунне нужно их закапывать в землю это сунна ногти и волосы закапывать в землю ведь волосы и ногти относятся к телу но мы в таком обществе живем что делать этого не нужно не закапывайте ладно а то сосед будет смотреть а вы такой они нас и так уже террористами называют а теперь будут террористами колдунами называть или ведьмами террористками то есть общество изменилось с тех пор нет ну конечно если хотите можете закапывать но проблематично это это что ли садик какой-то маленький иметь надо который будете ногтями наполнять и волосами да в мусорное ведро выкиньте и все как отличить человека в которого на самом деле вселился джин от сумасшедшего человека или от того кто дурно себя ведет есть такое реально люди себя ведут так иной раз будто в них бес вселился я тут видел недавно у парня были проблемы с женой его видели с другой женщиной когда поймали его застукали говорит шейх я вот чувствую себя неважно вот реально так и начал говорить в этой семье и жена и муж оба знают меня и вот с ее мужем по телефону говорю он мне говорит я тут недавно на курс ходил там говорили о влиянии дьяволов я вот симптомы некоторые замечаю в себе забывчивость вот замечаю в себе я говорю ему ты че серьезно ты мне говоришь что все это то что ты делал было потому что тобой овладел джин говорю да ты смеешься в тебе просто похоть и прихоти вот и все ты чего тебе нравится та женщина вот в чем дело говорит ну так то я говорю не надо так то так и есть а ты джина винишь короче я ему образно пощечину дал сказал вот врешь же во всем этом джина винишь некоторые так делают вот помню был однажды ребенок в деревне один из наших кузинов он а папа занимался чтением руки не больших руки а легких он пришел и стал читать читает читает и читает и вдруг папа схватил моего кузена и шлепнул его говорит будешь еще так говорит нет дядя что это было папа говорит ну я сижу читаю а эффекта никакого нет если бы в нем был джин он бы с ума сходил а он просто по деревне ходил глупости делал и старался сделать вид что в нем джин мой папа знал что когда он читает и при этом внутри человека джин на него это подействует начнут проявляться какие-то симптомы то есть опять же смотрите вам нужно пойти к специалисту не надо заниматься самодиагностикой не надо дома заниматься самодеятельностью я в своей практике сталкивался с множеством случаев когда душевнобольные говорили о небесах об аде дьяволах довольно одержимо не сдержанно ведут себя в них есть джинны опять же смотрите не могу сказать каждый случай индивидуален все всегда по-разному в психбольницах могут быть те в ком джинн а бывает расстройство психики в каких-то могут быть джинны единственный способ это узнать позвать хорошего шейха и обследовать людей одного за другим он должен сидеть с ними и читать им коран я много раз видел множество раз входит шейх и как только он вошел человек сразу начинает бесноваться говорить ему что-то грубое уйди с дороги я не хочу чтобы ты здесь находился иной раз шейх начинает читать и когда коран читает джинн проявляется иногда уже после непродолжительного чтения иногда иногда это может занять несколько минут и джинн проявляется а иногда не проявляется и шейх делает вывод что это психическое расстройство иногда происходит вот так вы сказали что джинны такие же творения как и люди значит они умирают да умирают но у них более длинная жизнь иной раз они могут жить 700 лет долго намного дольше чем живем мы и у них куда больше силы чем у нас физической силы у нас в интеллекте преимущество у нас интеллект намного выше чем у них в том числе и поэтому Иблис очень очень зол ведь Адам мир ему знал имена всех вещей что бы это не значило он знал суть вещей а джинны а Иблис это джинн не знали этого и вот это в том числе вызвало высокомерие гордыню в Иблисе мол человек столько всего знает о мире хотя только что появился на свет то есть только что ожил и он знает намного больше чем знаю я такое у нас преимущество над ними и они этого боятся то что мы люди можем размышлять так как не могут размышлять они и они сильно этого боятся как я вам уже говорил у нас свои преимущества над ними у них свои преимущества над нами Если я знаю, что кто-то одержим джинном в другой стране, и если я буду читать дуа за этого человека, джинны на меня за это нападут? Если делаете дуа за кого-то, то есть просите Аллаха за него, чтобы Аллах убрал одержимость, с вами ничего не будет. Даже если вы наставление кому-то делаете, обычное наставление, ничего не будет с вами. Я многим людям наставление давал, идите к этому шейху, к тому шейху, попробуйте почитать Суру Бакара дома, наставление, которое и вам даю. Если бы за это джинны нападали, то мне надо было бы поспешить домой. Ничего не будет, ничего не будет, если жена ваша или муж находится под воздействием джина. Просто я знаю брата в северном Лондоне, у него нет больших знаний, и он вообще не экзорцист, он просто обычный человек. Он молится, соблюдает, жена его тоже соблюдает, и с женой его что-то неладное, что бы это ни было. После заката его жена меняется. Другой человек, еще похожий случай был, тоже там же, в северном Лондоне. Я посоветовал им обоим, эти муж с женой не ученые, у них нет больших знаний. В медресене учились по определенной системе, весь Коран наизусть тоже не знают. Но я сказал им в целом, смотрите, просто это сильные люди, я знаю их, сильные личности. И я говорю мужу, когда жена твоя в такое состояние впадает, читай Коран, придержи ее, читай что-нибудь, Суру Фатиха, Аят Аль Курси, Суру Фаляк, Суру Аннас, дуть нужно на человека. Несколько раз можно почитать. Что еще можно почитать? Суру Аль Бакара. Это одно из первых. Азан вслух читать, вслух. И они это делали. И один из них конкретно сказал, что помутнения такие стали намного-намного слабее, чем были. Намного меньше. Да, если вы просто у себя дома, то вот это все можно. Если у тебя сильная воля, тогда можешь так делать. Можешь. Пробовать сам. Ты же не будешь каждый раз кого-то звать. Домой. Но если у тебя слабая воля, и ты не знаешь, что делаешь, пожалуйста, обратись к эксперту. Где Всевышний Аллах? И как джинны могли подслушивать его повеление? Нет. Я не говорил, что джинны подслушивали непосредственно от Аллаха. Я говорил, что они подслушивали разговоры ангелов, которые находятся в той области, где, как бы сказать, заканчивается небо. И опять же, здесь как получается? Эти джинны не у Аллаха подслушивали, не напрямую повеление Аллаха слышали. Они слышали разговоры ангелов. Вы можете почитать об этом в толковании суры Аль-Джинн. Также можете посмотреть в суре Софат. Почитайте толкование самых первых аятов. Там об этом есть. Опять же, последнее, что я хотел бы сказать вам, множество историй, случаев я могу рассказать вам. Представляете? Если бы мы снова собрались истории послушать в каком-нибудь тихом, темном месте. Вопросы и ответы закончены. Да воздаст вам Аллах благом. Хвала Аллаху Господу миров. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Субтитры сделал DimaTorzok